В Кинишме три проблемы. Дураки, дороги, как водится, и помойки. Мы сейчас находимся на улице Грузинская. В принципе, контейнеры убраны, к региональному оператору претензий нет. Но посмотрим чуть-чуть в сторонку. Сколько нами писано, переписано о том, что зелень, ветки, они не относятся к твердым коммунальным отходам, и региональный оператор не обязан их вывозить. Сколько нами писано, переписано о том, что жители должны заказывать, сами у них имеется такой хлам, мусор, они должны заказывать у регионального оператора отдельную машину или управление городского хозяйства. Либо, ну, господи, раньше же использовали компостные ямы, но сейчас, видимо, людям стало лень. Сейчас проще ныть, жаловаться, что коммунальщики плохо работают. Ну, плохо работают, бывает, да, часто плохо работают. Но, люди, вы же сами себе под нос свинничаете. Недавно эту контейнерную площадку убрали до чисто, и в тот же день снова начали появляться, в тот же день, куча этой зелени, веток. Ну, что же, если вы хотите жить с этим, живите. А по пути на работу у меня встречается еще одна такая же свалка, но чуть поменьше здесь навалов. Только она характерна тем, что кроме веток рядом с контейнерной площадкой, кстати, контейнеры, опять же, уборные. Ряд ли к региональному оператору вопросов нет. А помимо веток здесь еще мешки с мусором, вот именно с бытовым мусором. Видимо, те, кто их здесь составлял, они посчитали себя слабосильными. Считают, что в мире есть более сильные люди, которые за место них забросят эти мешки. Странно, странно все это. Странно и неприятно. Прошел еще пару сотен метров, пришел на улицу Менделеева. Еще одна контейнерная площадка и та же самая картина. Я здесь был не столь давно, недели три назад, когда региональный оператор убирал здесь подобную же несанкционированную свалку, чтобы потом выставить счет администрации, чтобы потом администрация из бюджетных денег расплатилась с ним, из наших с вами денег. И все повторяется один в один. Складывается такое ощущение, что некоторые княшенцы, они как дети. «Мама, я покакал!» Мама подходит, подтирает. Вот так же и во взрослой жизни. Считают, что кто-то должен за ними подтереть. «Мама, я покакал!»